Я рад видеть вас и слышать. И о решении, которое принимается, изменение направления, все это по милости Божией и по воле Его. Да, да, благословен Господь. Благословен Господь невидимой рукой ведет. Очень, очень даже так радостные. Только что вернулись оттуда. Господь услышал молитву многих. Сегодня я возле храма нахожусь. Значит, я по своему делу, если вы помните, по признанию священникам, что это симония, и решить вопрос. Значит, того священника, который меня настаивал и благословлял на крещение, его нет сегодня. И тот, тот крестил меня, тоже нет. Я хотел бы с ними поговорить. Но был молодой священник, который захотел меня выслушать и сразу на меня с нападками вооружился, так сказать, на меня с нападками. Говорит, ты в прелести. Ты пришел осуждать священников, заслуженного, такого батюшку старого. Значит, все то, что было благословенно, благословили на продаже в лавке, это было митрополиты, до них еще, до них. Значит, ты против церкви выступаешь. Что ты хочешь? Я хочу покаяться, говорю, и чтобы священник покаялся в том, что действительно это симония. Давай я тебе деньги отдам. Я тебе деньги. Я говорю, не надо мне твоих денег. Не надо. Не надо поговорить с тем священником, который меня вынуждал заплатить деньги. Ты старого человека хочешь убить, он умрет, он умрет, пасу потеряет. Я говорю, я не желаю, чтобы он умер, ничего. Ты в прелести, у меня некогда. Вот такой был резкий разговор и реакция. Но я предвидел такой реакции. Вот так вот пока на сегодняшний момент. В них главный ответ – прелесть и гордыня. Два слова. А то, что перед Богом мы это предатели, что являемся проклятыми, его это не касается. Они не верят в Бога. Они безбожники. Да. Как, на чем мы будем жить? Это пожертвование. Я говорю, не надо мне вот эти вот артистические жесты. Это пожертвование. Вдова сидела, а Господь смотрел. Она положила всего две лепты. Он сказал, больше всех дала. Вот это пожертвование. А вы даете от избытка вашего. Да мы поставили вот эти ценники для того, чтобы вот это вот надо то, другое, третье, вот самое, отапливать, платить денежку этой бабушке, которая сидит в лавке. Я говорю, вообще торговать не надо. Выводить за граду. Вот ты нас судишь, вот это вот ты впредь, опять ты в прелести, в прелести, в прелести. Я привел вот это вот. Я говорю, вы согласны с Алексием Вторым, патриархом, с тем, что он говорил? Он такие хитрые, замысловатые, иначе вот это вот. Каждый человек может ошибаться. Я говорю, патриарх мог ошибаться и сознательно говорить неправду. Но это вот опять начал. Я его начал зачитывать, что это симония, его слова. Но это мне надо будет еще раз узнать, вот где, чего, откуда ты взял. Давай поговорим потом. Я говорю, вот смотри, вот это, давай я сфотографирую. Ну, в общем, как уж начинает и в атаку идет со своим злобой на меня. У меня, говорит, в сердце своем столько, этот, столько вот этого тяжести от того, что мы с тобой поговорили. То, что ты в прелести. Мне тяжело, мне некогда, я пойду. Это одержимое, так говорят. Это демону тяжело. Он показал себя, отойди от него, иначе бес в тебя залезет. Да, я от него отошел. Мне нужно с тем священником сказать, чтобы он признал, что это действительно, ну да, я вынудил тебя. Это бизнес церковный, бизнес, крохоборность, скажи, проклятая. Считай, Иеремия 48, 10. Господь говорит, проклят, то дело Господь делает небрежно. Вот и все. Поэтому даже если он и скажет, давай я тебе деньги верну, но не признает, что это симония, я эти деньги брать не буду, они мне не нужны. Да. Зачем мне они нужны? Ну, надо сказать мне, чтобы от меня отошел этот грех вовлечение в их дела. Это мой грех. Я вовлекся. Вот. А в чем ваш грех-то? В чем грех ваш? Ну, в том, что я дар Божий деньгами хотел заплатить. Да. Ну да, ну да. Тут не надо было так. Они должны делать это все бесплатно. А платить мы должны десятину. И он будет жить припевающе. У него все будет. Вот в этом я вижу свою вину. В этом вину. Что я вовлекся. Сдался, так сказать. И пошел навстречу. Хотя, хотя, молился я Господу, чтобы он помиловал, чтобы он принял это как пожертвование, не как выкуп. А священника тоже помиловал. Но мои слова, да Бога, примет ли он эту молитву, нет ли это. Вот такое дело. Это симония, симония. И тут ничего не надо оправдывать. Проклятие. Конечно, не надо было платить и все, найди там, где бесплатно. Я рад за Галину, которая тоже приняла крещение. Которая все прошло, все нормально, все хорошо. И без всякого обязательства платить что-то за что-то. Так радостно. Она говорит, воды было мало. Я, говорит, на колени становилась. Это Быкова. Она в Германии живет. Да, я порадовался за нее, Игнатий Ильич. Искренне порадовался. Ну, вы знаете, что мне все вернули? Ну, поэтому я вам и сказал, что я рад. Диски вернули. Если благополучно будет, завтра поеду там деньги заплатить 24 тысячи. И Игорь может пригнать самосвал домой. Может и такое быть. Да благословить, Господь. Чтобы дело до суда не дошло. А вы там что-то говорили, что с главой администрации вы общались? Да, познакомились сегодня, познакомились. И он расположен к нам. Хороший. Прямо замечательный разговор был. Батюшка пригласил его на престольный праздник 16 сентября в честь святого Анфимы Некомедийского. У нас в Потеряевке. Вот это хорошо. И он может отослать обратно свое заявление, претензию. Он, как глава администрации, может решить этот вопрос. Так я не знаю, было ли от него письмо. Он только что вернулся из отпуска. Ну вот к нему вот это я вам написал. Вот это обращение, которое следователю вы написали. С этим обращением обратиться к главе администрации. Ну это батюшка делает, батюшка. Батюшка это сделает, что надо. Да, да. И они бы убрали бы совершенно. Ну 24 это все чепуха, это мелочь. Ну я очень доволен, благодарю. Обычно говорили, что там они берут, когда технику ее там и замнут, испортят. У меня я проверил, которые брали диски, проверил на двух видеоаппаратах, нигде ничего не повреждено. Я так рад, так благодарен Богу. Ну слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Это Господь так. И это, которая следователь мне никаких препятствий не сделала, она прямо навстречу шла. Я очень рад и благодарю ее звать Анастасия. Анастасия, Анастасия, Господи Господь. Господи Господь, да. А начальника, ну, главу администрации Сергей. Сергей. И расположи Сергея, Господи. А дальше будет видно. Ну если ничего нет, я отхожу. Да, все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Спасибо. 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 Спасибо.